Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. Мои опасения насчет эскалации, которые были у меня, последняя пара видосов, где я говорил там про восходящий клин, потенциальное падение на биткоине, на этой эскалации, все это оправдалось. Я закрыл свои позиции пару часов назад и запостил об этом в Твиттере. Я вам сейчас покажу. Вот, смотрите, на этих новостях серьезная эскалация. Прямо сейчас происходит... Это Тель-Авив, ракеты летят, баллистические. И на этих новостях рынок упал массивно. Биткоин падает и все остальное. Посмотрите, Тесла минус 1,3%. Было минус 4 даже в какой-то момент. Альткоины тоже посыпались. Ворлдкоин минус 11%. МСРТ минус 9,7%. Юнисвап минус 7%. Доджкоин минус 6%. Эфириум минус 6%. Солана минус 5%. Общая капитализация минус 4,4%. Биткоин минус 4%. На этой эскалации... НВИДИА минус 3,6%. НАЗДАК минус 1,5%. Тесла вчера минус 4%. Мета держится, гугл тоже. Но биткоин сильно падает. К сожалению, этот восходящий расширяющийся клин, о котором я предупреждал в последних двух видосах, к сожалению, отработал. Вот он здесь. Я, конечно, знал. Я видел этот клин. Даже вот здесь я видел его. Мог бы и закрыть позиции на 66. Честно говоря, чутка расстроился даже, что не закрыл позицию, хотя видел этот расширяющийся клин. Но на графиках было очень много бычьих паттернов. Но сработал все-таки этот расширяющийся клин. На недельном стахастик направлен вниз. Криптогурбот все еще держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале 23 года. Биткоин-индикатор бот дал сигнал на продажу. Два дня назад или три. Нужно было прислушаться к этому индикатору и закрыть позиции. Опускаемся теперь на дневной. Здесь мы видим, что биткоин массивно падает. Тут у меня было 750 тысяч долларов почти на балансе. Но фиксанул прибыль я только что. Когда биткоин уже упал на 60, то есть примерно соточку я не фиксанул. Я там все еще в плюсе, конечно, по месяцу, но падение, конечно, сильное. Можно было закрываться на выходе из этого расширяющегося клина, конечно. Даже вчера, даже во вчерашних видосах, я говорил об этом клине. Восходящий расширяющийся. Это было 9 часов назад. На 60 можно попробовать подобрать биткоин. Может туда опуститься на фоне эскалации. Может быть такая реакция на рынке. Потому что видели, Тесла упала на 3%. Биткоин тоже падает. И этот в итоге восходящий расширяющийся клин действительно отработал. Торговую идею я поставил на 59,356. Нужно было, конечно, закрыться на 66. Было бы еще плюс 100 тысяч на балансе. Потому что здесь восходящий расширяющийся клин отработал. Я же сам все это рисовал. Но не фиксанулся. Слишком много бычьих паттернов я увидел на биткоине. Рассчитывал на потенциальный прорыв и поход вверх. Я проигнорировал эту эскалацию. И Харрисон Байден тоже. Я все знал. Были другие всякие признаки. Было... В общем, я знал все. Мы идем к выборам в Америке. И люди осторожны. Потому что если Харрис выиграет выборы, то они вот об этом беспокоятся. Поэтому они пока остаются в стороне. Пока не закончатся выборы. Я в стороне оставаться не собираюсь. Теслу я не продаю, потому что скоро 10 октября. Я думаю, что они просто что-то невероятное там объявят. И это поднимет цену. Но в эти пару месяцев я буду покупать только крипту. На фондовом рынке только Тесла. Ничего больше брать не буду. И отреагирую как-то на 10 октября. Посмотрим, что там будет по крипте. Буду покупать только сильные проливы. Но в основном я сейчас в кэше. Моя задача держать этот кэш до выборов. Посмотреть результаты. Если Трамп победит, то рынок пампанет. Вот то, что я планирую делать на рынке. Смотрим снова на биткоин. Он идет ровно так, как я и предсказывал. Хотя на этой эскалации может быть еще хуже. А я раньше все предсказывал. Тель-Авив, Израиль атаковали баллистическими ракетами. И они не полностью отразили эту атаку. Похоже, что будет большая война на Ближнем Востоке. И легко биткоин может уйти еще ниже. Вот прям на эту поддержку может уйти. Поэтому торгуйте очень аккуратно. Я бы, честно говоря, подбирал биткоин на 51 тысяча. На этой основной трендовой линии. Если эскалация. Еще одна поддержка на биткоине. Это более рискованный вариант. Подобрать на 58. О чем я вчера говорил. От этого уровня может быть отскок. По-любому будет от 58. Потому что это сильный уровень поддержки. Но я буду очень аккуратным. Перед выборами. Еще эскалация. Большая война. Вот две такие торговые идеи. Я буду торговать по более безопасному варианту. На 51 тысяча буду заходить. Стоп-лосс на 49. И буду держать эту позицию до вершины бычьего рынка. Которая будет в октябре 25-го года. Риск 1751 доллар. Заработать можно 220 тысяч. По второй торговой идее. Цена входа 58. Стоп-лосс на 56. 436. Но это более рискованный вариант. Но хотя тут хорошая поддержка. И скорее всего будет какая-то реакция на этом уровне. Теперь покажу свой торговый аккаунт. Но пока что напомню про полезные ссылки, которые есть под видео. На Байбит регистрируйтесь. Получайте бонус до 60 тысяч долларов. Также проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь теханализу. И присоединяйтесь к моему телеграмму. А также на бирже CoinW проходит интересная акция. Можете выиграть до 3000 USDT. С 1 до 31 октября. Вот тут расклад. Какие бонусы вы можете получить и за что. Теперь идем на мой торговый аккаунт на Байбит. 649 тысяч 200 долларов. Если вы помните, то по месяцу у меня было больше. Сначала 565 тысяч и поднимался на 740. И теперь 649 тысяч. То есть я заработал 200 тысяч долларов в какой-то момент. 190. И затем оно все вниз пошло. Да практически сотку я не удержал. 90 тысяч не зафиксировал. Но по месяцу все равно в плюсе. Ну конечно падение сильное. По неделе смотрите. Было 690. Затем поднимался на 740. И теперь 649 тысяч. Не фиксанул 100 тысяч долларов почти. Это мои сделки по биткоину. Там я купил биткоин. Вернее продал. В августе по 65 тысяч. Затем купил по 57, 54, 52. И только что продал. По 60-то... Сколько? Примерно час назад. По 61 400. Прибыль по этой сделке у меня была 60 тысяч долларов. В какой-то момент. А сейчас я все закрыл. Вот только что. С прибылью... 23 370. Но два дня назад там было 60 тысяч прибыли. Когда я увидел этот восходящий расширяющийся клин. Поэтому мог бы фиксануть больше. Практически полностью в кэш я вышел. По всем позициям. Потому что я думаю, что... Это эскалация. Иран-Израиль. Это ненормально. Обычно этот железный купол защищает от ракет. Но в этот раз смотрите, сколько ракет падает. Это по-любому будет эскалация. И потенциально весь мир может теперь обратиться в войну. Также присоединяйтесь к моему телеграмму. Здесь трейдеры торгуют, что-то обсуждают. Текущее событие, конечно. Присоединяйтесь. Ссылка в описании под видео. И пока что активных позиций у меня нет. Я все закрыл. Теперь почитаем комментарии. Трамп 2024. Я запостил в Твиттере. Посмотрите. Сейчас я покажу. Чик. Ам... Где это? Я закрыл. Час назад. И затвитил об этом. Я закрыл позиции. Биткоин должен был идти вверх. Но случилась эскалация. Рынок напуган эскалацией. И тем, что Харрис победит на выборах. Я буду понемногу набирать позиции на сильных падениях. И постараюсь оставить как можно больше кэша, пока не пройдут выборы. Я был в хорошем профите, потому что покупал по 52 тысячи. Но закрылся с прибылью всего в 28. Поэтому на аккаунт, конечно, это падение повлияло сильно. Правило номер один от Уоррена Баффета. Сохраняй свой капитал. Или как там? Подождите. Сохраняй капитал. Да. Правило номер два. Помни о правиле номер один. Поэтому прямо сейчас я буду очень осторожным из-за этой эскалации. А будет еще хуже по любасу. Исходя из того, что я вижу. Потому что, в общем, все молитесь за мир. И сохраняйте свой капитал. Открывайте позиции очень осмотрительно. Все взвешивайте. Я буду заходить от 50 и 52 тысяч. Если биткоин туда опустится. Давайте посмотрим еще на график. Какие там торговые объемы. Объемы там растут очень сильно. Одни из самых больших объемов. Такие торговые объемы были. Вот когда биткоин опускался на 48. Там тоже, кстати, была эскалация. И сегодня тоже, смотрите. Почти такие же. Но это еще день только начинается. Посмотрим, что дальше будет. Но падение уже случилось. Биткоин опускался на 60 тысяч 100 долларов. Восходящий расширяющийся клин. И цель по выходу из этого клина 58 тысяч. Там уровень поддержки у биткоина. Но, тем не менее, я вижу в этом канале. Биткоин ходит. Но тут это эскалация. Плюс еще страхи насчет выборов. И канал нисходящий. Биткоин поднялся на 65 тысяч. Но это все-таки нисходящий тренд. Поэтому нужно быть аккуратным. И открывать позиции осмотрительно. И я поставлю заявку на 50, 51 тысячу, 58 или куда, где, что. 55 и 50. Но на самом деле, я посмотрю на эскалацию. Эти две торговые идеи оставляем. 51, 58. И я, наверное, поставлю такие ордера тоже на Bybit на 51 тысячу долларов. И дальше посмотрю, как там будут развиваться события. Зайдем на 5 биткоинов. На 10 давайте. Заходим в лонг. 10 биткоинов. Это мне обойдется в 26 тысяч долларов. Размер позиции 510 тысяч. И ордер размещен. Он активируется, если биткоин опустится на 51 тысячу. Ну а по другим активам я уже разберусь позже. На балансе 649 тысяч 300 долларов. И я буду ждать, где там покупать, какие новости, какая реакция рынка. Молимся за мир. Помните, что мы все братья и сестры. Не нужно вредить друг другу. Все рождены на земле. Все живут вместе. Все в одной лодке. Поэтому давайте жить в мире. Любить друг друга. Молиться за мир. Всех люблю. Всех обнимаю. Всем желаю хорошего дня и увидимся завтра.